Новости Большого Города на Средней Волге Финансисты из государств Российского залива, Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Африки приехали в Самару. Россия впервые принимает волжский инвестиционный саммит. Потомственному речнику поставили памятник в Самаре, увековечили в бронзе многолетнего руководителя «Волго-танкера» Владимира Пермякова. Далой вторую смену в Самарском лице информационных технологий открылся еще один корпус. В Самаре стартовал трехдневный всемирный волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль. Крупнейшие ежегодные события в мире исламского бизнеса впервые проходят в России. Оно посвящено как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам. Почему для Самары так важно оказаться в центре деловых переговоров, расскажет Елена Малюцина. Халяль – это не только восточные сладости, но и высокие технологии. Более двухсот производителей товаров и услуг представили свою продукцию на Всемирной международной выставке. Среди них немало и самарских производств. Представители предприятий общаются здесь с потенциальными партнерами и инвесторами, а гости праздника могут приобрести блюда национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг халяль. Индустрия халяль в нашем регионе развивается очень активно. Большое количество производителей сегодня соблюдает самые строгие принципы халяль. Наш регион – это переплетение различных культур, различных религий. И мы это очень ценим. Именно поэтому мы с такой радостью, с таким удовольствием и гостеприимством встречаем многочисленных гостей нашего форума, гостей из 16 стран мира. Всемирный волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль проходят в России впервые. Это крупнейшее ежегодное событие в мире исламского бизнеса. Ранее он проходил в Великобритании, Индии, Южной Корее, Хорватии и Сингапуре. Здесь собрались бизнесмены, финансисты и руководители крупных торговых сетей из государств Персидского залива, Евросоюза, Юго-Восточной Азии и Африки. Для российских игроков розничного рынка халяль форум может стать трамплином для вывода собственного бизнеса на новую высоту. Надеюсь, что большая часть самарской продукции выйдет на глобальный уровень и надеюсь, что это создастся дополнительные рабочие места в регионе. В последующие годы в Самару будет приезжать большое количество туристов и это замечательно для развития мировой индустрии рынка халяль. КОНЕЦ 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 На 28-метровом экране в отеле Лотте гостям саммита представили достижения Самарской области в индустрии халяль. КОНЕЦ КОНЕЦ Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль посвящены как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам. Ключевые темы деловой программы – экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия халяль. Форум организован по инициативе Международной ассоциации исламского бизнеса при поддержке правительства Самарской области. Я думаю, это важно для всей России, поскольку мы с вами понимаем, что макрорегион азиатский, он сегодня является самым быстро развивающимся. И, конечно же, возможность международной кооперации со странами этого региона крайне важны для Российской Федерации, тем более для Самарской области. Мы, благодаря Всемирному Дню Халяль, конечно же, имеем возможность еще раз заявить о Самарской области, о территории, создающей условия для развития бизнеса. Во время трехдневного форума участники смогут наладить и укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. Почетный гражданин Самары Владимир Пермяков теперь увековечен в бронзе. Памятник потомственному речнику установили рядом со зданием «Волга-танкера», где он проработал всю жизнь. На открытии собрался вести от Самары и губернии. Родные и друзья Пермякова заметили точное сходство скульптуры с Владимиром Васильевичем. Каким он был в жизни и на работе, воспоминания записал Сергей Кизуркин. Владимир Васильевич Пермяков был речником в пятом поколении, достойным представителем своей династии. Общий стаж работы его семьи превышает 600 лет. Его трудовой путь начался в 1941 году. 15-летним подростком Пермяков вместе с отцом на буксире поставлял в Сталинград бензин. После войны работал рулевым, штурманом и капитаном. В 1973-м стал заместителем начальника проходства, а затем возглавил «Волга-танкер». За время его руководства был построен микрорайон «Сухая Самарка», спортивный комплекс «Водник», спортивная площадка в районе речного вокзала. Вспоминает в кругу коллег друг Пермякова Александр Голдабин. Признается, первую встречу будет помнить всегда. Приходит, да, то есть, такое Frameworkşiv Kod mezzyliče ко мне в кабинет. Да, то есть, я вот работаю там три или четыре дня. Говорит, так, ну, а, у тебя курить есть? Я говорю, есть, я курил. Угостишь? Я такой обалдевший, да, угостил. Сел, покурил. Ну и что-то тут пробразоваривались, там, и так, так, так. И вот потом после этого как бы так уже периодически он нырял, так сказать, покурить. Просто великолепный человек, с которым абсолютно приятно, легко работать. У отца Пермякова в трудовой книжке была всего лишь одна запись «Волга-танкер». Вспоминает историю семьи сын Евгений Владимирович. Он и инициировал установку памятника и работал совместно со скульптором. Место выбирали долго, в итоге решили, памятник должен стоять у входа в пароходство. Создавали композицию архитектор Дмитрий Храмов и скульптор Иван Мельников. «Была интерпретация некого корабля, рассекающего волны, и с него смотрят наш герой». «Такой образ он родился в процессе работы, потому что он был капитаном все-таки, и его изобразил на капитанском мостике стоящем. Ну, естественно, много, так сказать, идей о композиции, скульптурной. Он обнес сын Евгений Владимирович. Он, в общем-то, и хотел видеть своего отца в такой позе. Особенно обязательно, чтобы была на нем не только китель, но и плащ. Плащ, который показывал вот эту стихию, волжскую стихию». По мнению родственников и коллег, образ из гранита и бронзы получился подстать капитану и директору, каким они его и помнят. «Некоторые варианты, которые первоначально возникали, они просто не нравились. Это просто бюст на пятачке на набережной. Это, значит, немножечко, ну, то есть не создавало композиции, не создавало ауры. Не было влияния Волги, пароходства здесь, все это. Все вместе, когда совпало, вот все это появилось». Поздравили горожан со знаменательным событием губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. «Я думаю, что главная память о Владимире Васильевича была бы в том, если бы мы восстановили действительно славу речного самарского флота. Владимир Васильевич, кроме того, что выдающийся руководитель, еще, конечно, удивительный человек. Человек широкой души, человек, который любил жизнь, любил людей, любил спеть в хорошей компании. И память об этом человеке, она живет в моем сердце и поныне». Открывали памятник Владимиру Пермякову будущие речники, студенты-первокурсники Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Теперь в одну смену в Самарском лицее информационных технологий открылся дополнительный корпус, где будут обучаться более 150 учеников младших классов. Лариса Шалаваст одной из первых побывала в новом здании. Дополнительный корпус Самарского лицея информационных технологий открыт. В распоряжении учеников и преподавателей просторные кабинеты и современное оборудование. Здесь созданы все условия для комфортного учебного процесса. Классы оборудованы всем необходимым современным оборудованием. Это мультимедиапроекторы, интерактивные доски, веб-камеры, точки Wi-Fi доступа. Так как у нас вторые классы работают с электронными учебниками, то, естественно, организованы точки доступа в интернет. Необходимость в дополнительных местах для начальной школы в лицее была два десятилетия. Новое помещение предоставили по федеральному проекту «Современная школа». К ремонту приступили летом. Помещение привели в порядок в максимально короткие сроки. В течение двух месяцев новые классы были готовы. Теперь здесь учатся более 150 учеников вторых и третьих классов. Мы, по сути, с вами открываем не корпус. Мы, по сути, сегодня с вами открываем возможности для этого учебного заведения. И в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования, я совершенно точно убеждена, что сам процесс обучения будет очень интересным и, конечно, прогрессивным. То, что сегодня происходит в Самаре, здесь, на этой площадке, соответствует и целям, и задачам национального проекта образования, задачи, которые поставлены президентом страны, к 2025 году ликвидировать вторые смены. В Октябрьском районе в ближайшее время еще будет построено две современные школы. На территории Октябрьского района, города Самары, 22 года не создавалось ученических мест. Представляете, вот такой большой разрыв. И это, конечно, большое достижение, это большой подарок для района, для города. Благодаря открытию дополнительного корпуса теперь все лицеисты будут учиться в одну смену и смогут посвятить вторую половину дня внеурочным занятиям. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. Самаре заканчивает ремонтировать улицу Победы. Рабочие справились с задачей на 99%. Сейчас они устанавливают новые светодиодные светофоры. В чем заключается их преимущество перед старыми, знает Анатолий Головко. В Самаре на улице Победы устанавливают новые светофоры. Один из них появился в районе пересечения Земица. По словам местных жителей, светофор на крутом повороте жизненно необходим, чтобы останавливать водителей-лихачей, которые зачастую пренебрегают правилами и не пропускают пешеходов на зебре. Недавно перенесли пешеходный переход, и часто было неудобно переходить. С установкой светофора я думаю, что все поменяется. То есть мы переходим на европейский уровень. Новые светофоры действительно отвечают всем современным требованиям. Они потребляют на 50% меньше электроэнергии. Новые светофоры выполнены по новым стандартам. Они являются светодиодными, что улучшает видимость их как в ночное, так и в дневное время. И они более защищены от перегорания. Рабочие планируют установить 59 светофоров на ремонтируемом участке. 27 из них уже смонтированы. Светофоры устанавливаются по всей улице Победы. Запланирована установка на 11 пешеходных переходах на участке от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Напомним, улицу Победы ремонтируют по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. С содержанием дорог и прилегающей территории будет заниматься одна подрядная организация. Благодаря такому подходу все обязательства по гарантийному ремонту в течение пяти лет будет исполнять подрядчик. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самара стала лидером среди российских городов по успешности реализации проекта «Социальная такси». Она работает уже несколько лет. А теперь в планах общественников применить этот удачный опыт других регионов. Репортаж Валерий Куценко. Во всех городах Самарской области должно появиться социальное такси. В регионе проживает 220 тысяч инвалидов. Но воспользоваться услугой пока могут только жители Самары и Тольятти. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 10 бесплатных поездок в такси в течение месяца. Такую услугу предоставляют городские власти совместно с Организацией инвалидов-колясочников «Десница». Заказать такси можно через колл-центр организации. Евгений Печерских, председатель «Десницы», не понаслышке знает, насколько сложно инвалидам-колясочникам передвигаться по городу. Поэтому ратуют за увеличение числа поездок. Нужно бы было решить вопрос с обеспечением и созданием социального такси у нас в области. В области у нас такой услуги не оказалось. Только в городе? Только в городе. От вашего центра? У нас есть общегородской транспорт, который, к сожалению, не приспособлен иногда для перемещения людей с инвалидностью. Вот будем говорить об этих проблемах. Что нужно сделать, как это сделать. За один день «Десницу» поступает более 180 обращений от желающих воспользоваться бесплатным такси. Для перевозок используют специально оборудованные автомобили. От 30 до 40 машин в день. Кроме того, волонтеры помогают пассажирам сесть в автомобиль и погрузить в багажник коляску. Мы как соцзащита, конечно, можем посмотреть и потребности, и наличие этих людей, и их особенности, все это проанализировать. И здесь многие-многие составляющие со всех сторон вот этого проблемного вопроса должны слиться в одно единое решение. До конца года в Самаре Министерство соцзащиты и общественные организации планируют разработать новые идеи для социального такси, чтобы им могли воспользоваться как можно больше жителей. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарской области отмечают День пожилого человека. Таковых в регионе почти миллион. В МТ Ларень открылся фестиваль активного долголетия. О том, как развлекали людей серебряного возраста и какие социальные программы для них созданы, репортаж Ларисы Шалафаст. На фестивале активного долголетия для тех, кому за 50, открыто несколько интерактивных площадок. Очки виртуальной реальности Равия Сагадатова примерила впервые. Признается, ощущения непередаваемые. Равия Султановна уверена, возраст активному образу жизни не помеха и старается проводить свободное время с максимальной пользой. Организовывают, пишут, прогулки у нас есть по городу, экскурсии. Столько интересно про город узнали. Дома какие старинные есть, это просто чудо. Потом концерты, театры, все нам организовывают. Пожалуйста, оказывается, столько всего. Просто вот молодеешь в самом деле. А то дом закиснуть можно. Форум активного долголетия приурочен к празднованию Дня пожилого человека. В регионе проживают почти 900 тысяч людей пенсионного возраста. Из них 18 тысяч – ветераны Великой Отечественной войны. Обращаясь к участникам форума, губернатор Дмитрий Азаров особенно подчеркнул важность участия представителей старшего поколения в подготовке празднования 70-летия Великой Победы. Наша обязанность – память об этом подвиге передать следующим поколениям. И мы с вами вместе включились в подготовку торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Эти мероприятия не могут ограничиваться одним днем 9 мая. Конечно, нет. Они сейчас уже разворачиваются по всей территории Самарской области. Давайте вместе сделаем так, чтобы ни один герой, ни один участник войны, друженик тыла, не был забыт в эти дни подготовки. Чтобы мы еще раз вернулись к вопросам помощи там, где она нужна. За прошедшие годы число людей серебряного возраста в Самарской области выросло на 69,5 тысяч человек. Для того, чтобы создать достойные условия для активного долголетия, в регионе реализуются инициированные президентом страны нацпроекты «Демография и здравоохранение». Пожилым самарцам оказывают всестороннюю поддержку и на региональном уровне. Это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, оказание социальных услуг на дому. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре мужчина сжег квартиру, машину и покончил с собой. Спасателям поступил звонок о пожаре в микрорайоне Волгарь. Горел дом на улице Виталия Толобаева. Причиной пожара стал поджог. Жители дома не пострадали, но хозяина квартиры не нашли. Через час у озера Купалка на улице Обувная вспыхнул автомобиль. Оказалось, что машина принадлежит хозяину сгоревшей квартиры. Рядом с автомобилем обнаружили тело пенсионера, а около него лежала предсмертная записка. По факту происшедшего начата проверка. В Самаре хотят построить новые трамвайные пути. Речь идет о правом трамвайном повороте на пересечении улиц Нововокзальной и Ставропольской. Как говорится на сайте госзакупок, заказчик трамвайно-троллейбусное управление Самары. Заявки от компаний, которые хотят провести инженерное изыскание, разработать проект планировки и межевания территории, а также проектную и смертную документации будут принимать до 18 октября. Итоги подведут через 4 дня. Построить новый поворот планируется до конца следующего года. За разработку проекта готовы заплатить почти 5 миллионов рублей. Забытая мелодия в Самарской филармонии. Международный фестиваль «Опус-30» музыкальным гурманам предлагает вспомнить произведения, которые были написаны авторами, когда им было 30 лет. Многие композиции не звучали со сцены несколько десятков лет. И вот у публики вновь появилась возможность оценить симфонические раритеты. Валерия Куценко прониклась. Знаменитое произведение Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» не играли на сцене Самарской филармонии более 40 лет. После продолжительного перерыва симфоническая поэма прозвучала на открытии международного фестиваля «Самарская осень-2019». Один из концертов посвятили 30-летию российской национальной газеты «Музыкальное обозрение». Музыканты исполнили произведение Штрауса, которое автор написал в 30-летнем возрасте. Этот фестиваль очень важен потому, что он привлекает к нам широкие слои публики. Нам очень важно, чтобы к нам приходили все новые и новые слушатели, чтобы все больше становилось любителей музыки. И мы замечаем, что этот процесс происходит, он идет. Мы видим все больше молодых людей в концертном зале филармонии и все больше интереса к классической музыке. Международный день музыки во многих городах России прошли такие концерты. По замыслу организаторов на всех площадках участников фестиваля «Опус-30» будут исполнены сочинения, которые имеют в своем названии цифру 30 или написаны композиторами в 30-летнем возрасте. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» часто звучит в кино и на телевидении. С этого произведения начинается заставка интеллектуальной телевизионной игры «Что, где, когда». Самарские зрители с трепетом ждали открытия нового сезона филармонии. Признаются, техника дирижера во время игры такого сложного музыкального сочинения восхищает. Это не исключение, это правило. Мы каждый год приходим на открытие музыкального сезона. Это как бы встреча осени, прощание с летом, ожидание чего-то прекрасного. А то мы обожаем просто наш оркестр во главе с Шибаковым. Просто это удивительный, яркий, харизматичный человек. Мы сами стараемся быть такими. Я влюблена в Шибакову много-много лет, так как мне тоже много лет. И мне это удивительно. Вот эта вибрация, как он работает руками, голова, это единое и целое, и ты с ним сливаешься. Поэтому с Шибаковым это я, это мое. Фестиваль «Самарская осень» завершится 27 октября. Для слушателей прозвучат джазовые и литературные произведения в исполнении известных российских солистов и даже актеров. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События. Самарские регбисты снова в игре. Спустя несколько десятилетий сборная 63-го региона участвует в чемпионате страны. Последний третий этап прошел в Самаре. Кто стал абсолютным чемпионом и какое место заняли самарцы, расскажет Сергей Кизоркин. Самарская команда по регби играет в чемпионате страны высшей лиги второй сезон. И второй сезон показывает стабильный результат. Останавливается в одном шаге от пьедестала почета. В этом году сборная 63-го региона снова заняла четвертое место. Причина одна, считают тренеры и спортсмены. Им приходится играть против профессионалов, которые получают зарплату за игру. Они любители. Выходят на поле бесплатно и тренируются меньше соперников. С доигрываем третьи этапы. На этом наш сезон закончится. Мы пойдем на небольшой перерыв и надеемся, что с ноября месяца мы, когда придем уже к новому тренировочному этапу, будем готовиться к этим же самым соревнованиям, но уже в качестве полупрофессиональной команды для начала. На это очень надеемся. На третий заключительный этап чемпионата страны по регби-7 в Самару приехали 10 команд. В том числе действующий обладатель золотых медалей Нарвская застава из Санкт-Петербурга. И лидеры турнира, столичные ЦСКА и дублеры Казанской стрелы. Питерцы в матче за пятое место на этапе проиграли со счетом 29-19 сборной Самарской области. Это крепкий середнячок, поскольку у команды большой потенциал, надо просто ее развивать и помогать. То есть, я думаю, у команды есть будущее, надо раскладывать силы и будет успех. Первая команда по регби появилась в Самаре, тогда еще Куйбышеве, полвека назад. А вообще этому виду спорта почти 200 лет. Регби-7 придумали в Шотландии. В команде 7 человек, матч состоит из двух таймов по 7 минут. Задача игроков занести мяч за лицевую линию поля, а потом забить его в ворота. По уровню зрелищности, динамичности, а самое главное по уровню интеллекта, регби-7, конечно, отличается от многих других видов спорта. И на территории Самарской области уже почти 10 лет в спортивной школе Олимпийского резерва номер один есть отделение регби, которое уже дает хорошие результаты. Ну, например, в этом году наши ребята, самарские ребята, стали обладателями Кубка страны. Матч за первое место заключительного этапа чемпионата страны между ЦСКА Москва и Стрелой Казань превратился в финальный поединок всего турнира. Борьба получилась бескомпромиссной. Первый тайм уверенно выиграли Стрелки 12-5, но уступили во второй половине встречи. 17-12 итоговый счет. Чемпионом третьего этапа и абсолютным чемпионом высшей лиги впервые стал московский ЦСКА. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Саморегист» на нашем сайте, в ему мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.